На данный момент Минская группа ОБСЕ не функционирует, но страны-сопредседатели или основные игроки, в том числе Евросоюз, прилагают усилия для того, чтобы стороны договорились со своей повесткой дня и предложениями. Таким мнением поделился российский политолог Станислав Тарасов. По его словам, хотя эти пакеты отличаются очень мелкими деталями, Запад хочет, чтобы стороны вели переговоры в Брюсселе, а Россия – в Москве. Сами стороны качаются туда-сюда, как маятник, идут сложные дипломатические процессы, одним из которых стала отмена встречи в Брюсселе из-за участия Макрона. У меня остается вопрос, почему Армения выступила с новыми предложениями на министерской встрече в Вашингтоне и почему для предстоящей встречи в Брюсселе, был предложен другой формат. Также очевидно, что Вашингтон не удовлетворен процессом. Заявил Блинкен, и представитель США в Азербайджане передал сторонам тот же месседж, то есть процесс зашел в тупик, уперся в стену. Это подземные и сложные процессы. Москва сейчас находится в авангарде переговоров, спешки нет, как нет и иллюзий, что стороны легко о чем-то договорятся. Но президент России лично занимается, как видите, переговорами с азербайджанской стороной по некоторым вопросам, о которых можно только предполагать. Но это дипломатическое соперничество и противостояние с элементами дестабилизации продолжается и на Южном Кавказе, сказал он.